Вот, скажите, пожалуйста, что может быть хуже, чем вот такой экран на вашем Xiaomi устройстве? Всем привет, друзья и зрители, подписчики моего канала. С вами я, Рестер Плей, и сегодня я, конечно, записываю ни Minecraft, никакую игру, и даже не то, чтобы туториал, но все же полезное видео. Вот, скажите, пожалуйста, что может быть хуже, чем вот такой экран на вашем Xiaomi устройстве? Особенно, когда ты забыл пароль от своего Mi аккаунта, и теперь никак не можешь разблокировать свой телефон после, например, после очистки всех данных, или не знаю, какие еще могут быть причины из-за того, что требует у тебя Mi аккаунт. Часто всего вы можете не знать пароль или из-за того, что вы его реально забыли, или из-за того, что вы купили телефон какого-то продавца, да, который продавал этот телефон, то есть не с магазин, да, а именно, ну вы, короче, поняли, типа у человека купили. И вот так вот получилось, что он не удалил там Mi аккаунт, или не поменял пароль, или вы не поменяли пароль, и поэтому требует телефон подтверждения Mi аккаунта, чтобы войти в систему. Сегодня я вам расскажу, как эту проблему решить, если вдруг вы забыли свой пароль от Mi аккаунта, или вы его не знаете. Раньше было несколько способов рабочих, но сейчас многие из них уже не работают. Давайте перейдем к первому способу. Первый способ лично у меня не работал, но вы можете попробовать. Если этот Mi аккаунт подсоединен к вашей сим-карте, сим-карте, то есть номеру, который сейчас у вас на телефоне, то вы берете эту сим-карту, достаете из телефона и попросите там у друга, у родителей или не знаю у кого телефон подсоединить туда сим-карту. Дальше вы на этом же телефоне своего друга или у кого вы попросили, заходите на сайт Mi аккаунт, вы напишите свой номер, и вам на этот номер приходит смс, чтобы вы подтвердили то, что это ваш номер, и тогда вы могли бы поменять пароль. Вам приходит код, и вы этот код вставляете, и так вы можете поменять свой пароль, только обязательно запоминайте этот пароль. Когда вы этот пароль поменяли, то обязательно подсоедините эту же сим-карту назад в тот телефон, у которого требует Mi аккаунт, после там, например, перезагрузки данных или очистки данных, и включите обязательно Wi-Fi, если что, там есть параметры специально для Wi-Fi. Но опять же хочу вам сказать, что этот лично способ у меня не сработал, и поэтому мне пришлось попробовать воспользоваться вторым способом. Второй способ – отправить заявку китайцам, туда нужно чек ввести насчет покупки телефона, свой номер, Mi аккаунт, ну и там многое, с чего я даже не во всем разобрался. И, кстати, важно еще то, что важно. Это у вас на телефоне, там есть такой замочек, вы если 10 раз нажмете, то у вас появится код, и вам этот же код надо тоже прислать. Но есть одно но, то, что этот способ, то уже точно не работает, потому что китайцы, они перестали принимать заявки, и не знаю, за какой причины, ну вот так вот получается, ребята, поэтому этот способ на 100% не рабочий. Тот, что первый способ, он еще может работать, но у меня лично он не сработал, я менял, менял пароль, но у меня этот пароль не менялся. Третий способ – это расшифровка, или как она там называется, я уже забыл, расшифровка телефона. Для этого вам нужно на компьютере скачать специальное там приложение для расшифровки, и подсоединить к ему телефон. Честно говоря, я сам во всем этом не разбираюсь, поэтому я просто это добавил как дополнительный способ, потому что, ну, я вам так скажу, просто я сам не знаю, как это все делается. Но все же с помощью этой расшифровки можно как-то или разблокировать телефон, или поменять пароль так, чтобы у вас телефон потом смог разблокироваться, то есть с Mi аккаунтом. Ну и теперь еще осталось два финальных способа. Первый, ну, только я вам так скажу, два этих финальных способа, они двое работают, но один, он менее выгодный, а второй, он очень выгодный. Смотрите, хоть они вообще почти одинаковые, но все же больше выгодные, которые я вам скажу в самом последнем. Первый вариант – это уже, опять же, платный. Там нужно платить, то есть вы находите человека, который разбирается в Mi аккаунтах и все такое, вы ему скидываете код, который, еще раз, вот вы нажимаете на колокольчик, на этот, вы нажимаете на этот замочек, 10 раз у вас код этот появляется, вы ему скидываете номер и код, вот, и вам смогут тогда разблокировать телефон. Но, опять же, хочу вам сказать, то, что не все эти люди, они могут с помощью этого кода и телефона взять и, то есть они могут разблокировать телефон, но они не поменяют при этом пароль. Поэтому вам придется удалить Mi аккаунт, что вам может предоставить некоторые минусы, потому что, ну, я там просто не полностью знаю, там просто с помощью Mi аккаунта можно какие-то вещи делать, которые более помогают, но все же, опять же, это не самый лучший способ. И теперь еще насчет оплаты. В среднем это может стоить рублей 1000 или даже 1200. Вот, то есть это как раз-таки многовато, честно говоря. Но для кого как? Для меня это, можно сказать, даже и много. Вообще, в большинство случаев даже за 2000, поэтому это реально очень много. Ну и финальный способ, похожий, но опять же тоже платный, но он выгодный, и там чуть меньше даже платить надо. Это вы идете к мастеру, то есть в предыдущем способе вам нужно было обратиться к человеку, да, типа по интернету и все такое, и отправить ему номер и код с помощью замка. А в этом способе вам нужно уже не то, что к человеку писать, а идти к мастеру, то есть, да, какому-нибудь доверчивому можете посоветоваться с друзьями, там, знают ли они каких-то мастеров хороших. Вот как раз-таки, как в моем случае, я, то есть, пошел к мастеру, и он все сделал, и сейчас у меня даже мне аккаунт есть, теперь я не боюсь перезагружать, то есть очищать все свои данные, если, конечно, у меня там ничего важного нету. Я легко введу пароль, и все уже, все будет нормально. Вы идете к этому мастеру, конечно, там может стоить около 800 рублей, это примерно 800 рублей в среднем, но это все же, опять же, намного меньше, чем в прошлый раз, поэтому, опять же, ребята, это выгодно, особенно, если у вас не работают два предыдущих способа, потому что, ну, вы не будете же новый телефон покупать, вам лучше, ладно, уже пожертвуйте деньгами, но зато вы сможете разблокировать свой телефон. этот мастер, он делает расшифровку, как я уже понял, опять же, был один способ с расшифровкой, но я в этом не разбираюсь, если вы расшифровки разбираетесь, то вы можете, в принципе, сами попробовать это сделать, но это будет довольно тяжело. Вот, когда я пришел к мастеру, то он мне сделал расшифровочку где-то на полчасика, это, кстати, полчаса реально заняло, поэтому не нужно ждать, пока он это все доделает и все такое, и заодно он вам поменяет пароль, а не то, что там как бы удалит ми-аккаунт или типа того, и у вас как бы останется ми-аккаунт с паролем, поэтому все будет, я думаю, хорошо. И давайте напоследок я вам расскажу свою историю, что вообще у меня, и лично у меня произошло, и из-за чего надо было это вместе делать. Я вам скажу так, что я после своей проблемы все неправильно начал делать, потому что я думал, что это у меня получится, но опять же лучше так не делать. Смотрите, значит, я хотел изменить масштаб своего телефона, то есть масштаб экрана, чтобы типа все меньше или больше, я хотел сделать очень маленьким и поставил аж на целых тысячи, не знаю, почему я это сделал, но не знаю, я вот думал, что может очень мелко будет, но вместо того, чтобы оно было мелко, у меня просто экран потух, хоть я знал, хоть было видно, что телефон работает, но экран был потухший. И из-за этого я подумал, блин, каких делов я наделал. И тогда я решил перезагрузить свой телефон полностью, то есть очистить все свои данные. Ну, вначале я его перезагрузил, и все равно ничего не сработало, тогда я подумал, что если я очищу все свои данные, то тогда настройки поменяются, как и были раньше, я уже забыл, до заводских настройках они поменяются, и поэтому все будет нормально. но, конечно, когда я это все сделал, то мне потребовалось подтверждение мне аккаунта, я даже менял пароли, ничего не выходило, к сожалению. Вот, и поэтому мне пришлось к мастеру идти. Место, и что я вам скажу, какая ошибка? Не то, что ошибка насчет масштаба, да, конечно, я не мог знать, что могло так произойти, но ошибка в том, что я перезагрузил все свои данные. То есть, почему? Потому, что если бы я этого не делал, то мне, скорее всего, надо было бы меньше заплатить, потому что, опять же, существует такая вещь, как расшифровка, и мне могли бы расшифровать масштабы телефона до классического масштаба, и тогда бы все, мне не нужно было почищать данные, вот, и все такое, и даже, я думаю, меньше бы платить. Поэтому, ребята, я вам так скажу, если вы хотите избежать проблем, то никогда, никогда не пользуйтесь, никогда не пробуйте пользоваться настройками для разработчиков, если вы не знаете, если вы не знаете, для чего оно вообще нужно, потому что именно настройки для разработчиков, если просто обычные настройки, то можно, но это лично мой совет. И тогда у вас будет все хорошо, я так думаю. надеюсь, вам это полезное видео помогло. Вот, конечно, опять же, нужно платить в многих случаях, но, простите, другого способа я уже не вижу. Хотя, опять же, если ваш друг может расшифровать телефон и помочь в этом, то вы можете обратиться, и тогда вам платить не надо ничего будет. Вот, не забывайте ставить лайки под роликом, подписываться на мой канал, также нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видеоролики, присоединяйтесь к моему дискорд-серверу, то есть, и дискорд-группе, пишите мне в ВК или в дискорде, если у вас возникли проблемы, я вам могу дать совет. Ну, что ж, всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока.